Девушки отдыхают То есть за какое-то время почва образовалась И сейчас мы уже думаем о том, как нам сделать так, чтобы наши почвы увеличивались Чтобы вот этот процесс, который в природе происходит, чтобы его повторить И присматривались на это дело с 2011 года, пробовали, но не получалось Там экономика не выходила, урожай был не очень Но в 2013 году случилась метровая эрозия, и мы потеряли наше лучшее поле Вот видите, снизу это наша бригада, из-за бригады полковали Первое и второе Первое всегда было самое урожайное И в 2011 году рекордное урожайное для нас 60 сантиметров, пшеницу украли Но случилась в 2013 году метровая эрозия И сдуло практически 15 сантиметров больше И самое лучшее поле, это в среднем То есть больше 30-ти мы никогда не получали А справа видите, это второе поле, оно чуть-чуть было слабее, но там убирали 50 И год 2016-й была такая же по влаге, но условия хорошие И на нем мы опять получили 50 пшеницы, а на этом поле 30 То есть за один год мы потеряли почву на многие годы И я даже не знаю, когда мы сможем ли вернуться к тому состоянию, которое было То есть для нас это очень чувствительно Поэтому никаких сомнений насчет технологии на УТИ больше не было Мы в тот же году приобрели сейлку и 100% посеяли, и все с первого года получилось В 2018 год засуха Как засуха? Мы так думаем Засуха, но два лучших поля, которые были На лучшем получили 30, на этом 20 То есть видно, что поле, соответственно, на соответствующий процент дало меньше урожай Хотя на парах соседи умирали где-то 16-18, то есть мы умирали 20-30 в среднем Но тоже был на слабых полях 16 И вот этот сбор, с которого сдул Если обратите красный треугольник, то вот здесь почва не сдул И когда к нам приезжали в 2018 году, Александр Иванович Федоренко был И Титов Александр Анатольевич, видели вот этот участок Говорит, у вас тут 40, нет, 50 Говорит, хорошая урожайность, большая Я посмеялся, ну тут максимум 20 Ну, как видно, я не ошибся, просто здесь почву не сдул И это в засуху То есть мы сейчас понимаем, что засуху мы сами придумали И мы сами ее создали Что еще интересно, это прошлое год лето Это буквально 5 километров от нас Это торнадо или смерть, не знаю как правильно Но очень красивое явление И оно как-то подсказывает о том Вот это темное, как думаете, что это? Ой Это пар, правильно То есть мы думали, может горит что-то Нет, это паровой поле, просто Называется тысяча и один способ потерять почву на пару Это водная роза То есть у нас бывают периоды засухи, бывают ливы Вот здесь видно идут коробу и уровень воды Это вода, которая стекла с парового поля Соседнего И вот на камышах это почву, которую он внесло Это 2 километра от этого поля То есть 70 миллиметров осадков было за 50 минут То есть его смыло полностью И вот как выглядел 18-й год Засуха, 3 месяца к засадке И если засуха это для нас привычное То есть мы готовы к засухе всегда Мы понимаем, мы следуем, такой засух во влаге нет Но бывает намного сложнее ситуации Я расскажу дальше То есть засуха как бы переносит Летом потом аномалии Пошли вот эти осадки бесконечные 30-50 минут, 50 миллиметров и 70 И это все за короткий период За 20-30-50 минут И соответственно где была полная почва Ее всю смывало Люди у нас до сих пор продолжают Дерать пары и пахать Не знаю с чего это связано, мне абсолютно непонятно Но Они делают это для того Чтобы накопить влагу, наверное Накопить питание И я вот тоже общаюсь с тем, кто есть Здесь на конференции говорят Надо, наверное, химбар добавлять У нас мало влаги, давайте год поддержим химбар Может влаги больше будет, урожай лучше соберем Но, если вы заметите На этой вспашке вода не впиталась То есть ливни Не смогли впитаться Это поле, которое смыло То есть был такой Нормальный, обычный И вот как оно выглядело Его смыло до основания Если обратить вот этот парень Наш механизатор, он немножко выше меня Ему больше, чем по поясам То есть там почву смыло до основания И С другой стороны, это наше поле В тот же день То есть наутил плюс духовная культура Там и грампу почву не смыло И, как думаете, где больше влаги накоплились? Парадоксально, но Мы когда копали, сами не поверили Вот, зашли на этот парень Ну, просто была лопата с собой Были трактористы наши Говорят, давай его копнем Этот парк, который смыл, копали 20 см Снизу сухая почва Вот, если бы видео у меня не было Я бы не поверил У нас около 250 мм К тому моменту за лето 20 см промочили Влагонакопление напарно И наше поле через дорогу Сверху было суше, чем на глубине 40 см И сразу же Вот черви Хорошая структура Темная Это одинаковое прочее через дорогу Вчера Эдуард Анатольевич приводил этот пример Это я его себя провел Несложно Три банки просто Угадайте, где почва спара Ну, так же здесь одно было после макронных культуры Одно просто после ноутила И Один ноутил плюс макронная культура Один ноутил Ну, разницу я особо не заметил Но разницу спара иначе То есть тут почвы были структурные Были устойчивые Это двадцатый класс То есть люди как порвали, так и порвали Как теряли почву, так и нет Ну, я не могу сказать, что мы очень умные люди Но нам одного раза хватило Когда мы потеряли нашу почву Одно поле и мы решили, что у этого большинства должно продолжаться Но Кого-то жизнь ничему не учат И Это сложно Потому что у многих агрономов учили, что поры это красиво Поры это черное поле, когда выровненное Красивое Есть будет урожай Пшеничка красивая здесь Но для меня сейчас это выглядит как поверхность Марса И я Нравится эта шутка Что знаете почему Марс погиб Вот Потому что любили пахать очень сильно Поэтому мы хотим жить на такой планете И конечно сталкиваемся с разными проблемами, которые я озвучу Мы в зоне растворенного земледелия Наверное первыми сталкиваемся Со всеми негативными явлениями И чтобы починить Ну, почему это происходит Потому что когда-то мы приняли неправильную систему Мы подумали, что почва это субстракт, в котором надо выращивать наше урожай Надо давать туда НПК, давать удобрение И мы сможем выращивать урожай И вот как росло производство удобрений И соответствие их применения И так же росло применение пестицинов И мы, наверное, в какой-то мере вырастили в урожайность Но не на сколько, на сколько выросло применение удобрения И с каждым годом Учера Дарь Францович, когда он на лекции видел, что Эффективность удобрения, она падает То есть чем больше применяем, тем менее эффективно становится удобрение В этом году мы не применяли ни килограмма То есть мы все по всему сделали без удобрения Ну, конечно, тут еще вопрос такой, если говорим о здоровье Насколько это полезно? Такая химизация Многие, когда боятся перейти на новую тему, говорят Вы больше химии применяете Все залили ядами Но на самом деле мы меньше стали применять, чем применяли раньше В прошлом году, в этом году, когда мы по экономике намного лучше вышли по местицидам и удобрениям То есть затраты, наверное, минимум на 30% сократили Может даже на 50%, если вычетное удобрение И мне очень понравился этот слайд, поговорки индейские И когда мы были в 2017 году, мы познакомились с Риком Бибером И оказывается, вот там, где он живет, это вождь племени индейцев И он захоронен недалеко от того места, где Рик проживает И вы были там Ну и так как-то это Потому что все не случайно Вы здесь не случайно Потому что То, что вы хотите применить, это правильно И это Нужное дело И Когда мы выращиваем нашу культуру, мы думаем Нам нужно вырастить урожай, нам нужно получить пшеницу Мы удобряем пшеницу, мы защищаем пшеницу Мы собираем урожай Нам нравится все равно, она правильно красивая Продаем его И весь фокус, внимание в основном на культуру у нас и среди дочек Потому что, ну это наши деньги, это Но если мы только сместим фокус немножко ниже, и мы посмотрим на почву То, куда мы раньше не смотрели И то вот через 4 года, даже через 5 лет, с 17-го года О чем мы сейчас думаем Это не о культуре Сейчас мы думаем о почве Потому что Из почвы вырастают наши растения И именно почва является первоочередным И не мы с вами создали почву Почву создала природа, это ее Это живая система И она приводится в движение энергии Солнца И кислогазом из воздуха Так же и другие элементы Такие как азот Наши растения и почву могут улавливать из воздуха И вот, кто был внимателем вчера, Эдуард Анатольевич Беллина Стивова Откуда можно взять азот Бесплатный азот 240 кг Это фантастика, но На самом деле, в природе никто не сыпет азот в удобрении Никто не гордит и не поливает Нам проще было отказаться от удобрения, потому что Засуха и редко экономически это окупалось Растения, когда потребляют углекислый газ из воздуха В процессе фотосинкеса Образуют энергию И до 40% этой энергии Они выделяют почву с помощью корневых выделений И они кормят с помощью этих корневых выделений почву на биоту И это очень важный процесс Потому что почва это живой организм И она должна функционировать как живое существо И если мы это живое существо не кормим, то оно погибает Смысл 40% тратить растения не на рост, на развитие, на урожание, на детей своих А тратить на почву То есть растения видят в этом смысл И так как мы знаем, что почва живая Значит появляется термин «здоровье почвы» Когда я первый раз услышал Ну что-то американцы выдумывают Здоровье почвы, как то есть здоровье Про свое здоровье не забыть уже слово Но здоровье почвы это просто способность почвы быть функциональными Не обеспечивать растения тем каким-то питанием и защитой И чем дольше я вот смотрю на этот слайд, тем больше понимаю, что на самом деле вот как оно работает Потому что я увидел это на своих почвах Я вижу как это работает, как появились черны, как появились жучки, паучки, тараканы всякие Как корневая волшебная И эта демонстрация небольшая Это мекориза на самом деле Вот сейчас модные слова по кровной культуре Мекориза, все уже знают, мотивы Но на самом деле нет волшебной таблетки И мекориза тяжело принять то, что вы можете какую-то канистру налить и у вас все исправится Если ваша система не работает, то мекориза вам не поможет Но это иллюстрация того, как работают биоты, как работают грибы и бактерии Все питание растения получают через биоту Это вот корни без мекоризы и корни из мекоризы Увеличивается площадь питания Горазбованная черница, когда есть, когда почва биологически активна И вот как это вы думаете А когда фотографии смотрим, говорят, вот мекориза На самом деле вот тонкий-тонкий волосок, который видно только по микроскопу Вот это мекориза, которая входит в ассоциацию с корнем растения И под микроскопом есть видео, когда видно, что одновременно в оба направления Идут перемещения питательных веществ влаги от растения к грибов и почвы Ну тогда глаза мы не можем видеть, но мы знаем, что оно есть То есть если под микроскопом смотреть, то найдем А выглядит он корневой волосок его глаза видно То есть мы сейчас покажем, может, дальше Это слайд Вейдки-тахэй Насколько уменьшилась мекориза почвы на целине и на обрабатываемой почве И это причиной, мне честно, почему это происходит То есть мы где-то нарушили естественный ход вещей И сами разрушили свою почву И это очень важно, первое это обработка То есть мы разрушили дом почвенной билоты Мы стали держать пары, потому что у нас не получается урожай Получится правильно, каждый год Надо этот парк держать, чтобы почва отдохнула А в это время погибает Погибают билоты, ее никто не кормит Также есть В английском нету разницы между парой и тот период, когда не растут растения То есть между культурами У нас это может быть 9 месяцев в нашей зоне То есть между двумя культурами до 9 месяцев ничего не произрастает Это посчитается как не полупарку, но период, когда не растут растения И в это время почва тоже погибает Монокультура, упрощенные все обороты Черезмерное применение удобрений Причем я не говорю отказаться нужно от удобрений Но нужно очень грамотных использовать Также уплотнение и применение фунгицидов И фунгициды естественно убивают билоту Это маленький слайд, когда я формировал поклонную культуру в прошлом году Мне надо было некоррестное найти И я сфотографировал этот слайд у меня Долго не мог бы найти нигде в интернете Это растения, которые вступают в ассоциацию с микоризой Которые не вступают в ассоциацию Может пригодится информация, но Вот когда мы формируем всего обороты Конечно можно сфотографировать Дадут презентации для справки Но когда я сейчас формирую поклонную культуру Можно было сказать, вот микориза, она же улучшает Но микориза это всего лишь один компонент из миллионов видов Живых организмов в почве Это просто то, что люди научились мотивировать Как и бактерии на бобовах Это не то, что делает почва здоровая Почва это целая система В одном грамме миллиарды бактерий Микроорганизмов в одном грамме почвы И вот мы уже исследование сделали Что хоть крестоцветные и не помогают микоризы Не вступают в ассоциацию, но их присутствие Увеличивают количество микориза На самом деле За счет своих корневых выделений они активируют другую часть биоты И соответственно и микоризы становятся больше Это к тому, что нужны нам крестоцветные по крови или нет И вот это самый важный слайд, наверное, совсем как презентация То есть вот на нем можно было бы не остановиться Это пять принципов здоровья почвы Но это такие простые принципы, которые очень сложно понять Почему-то простые вещи, мы понимаем, сложнее всего Вот если бы здесь было Дайте 30 кг азота, дайте 60 кг фосфора Мы бы это легко поняли Вот таблетка волшебная Применили, получили урожай Дали фунгициды, защитили Но нет Эти простые вещи сложнее всего понимать Нас интересуют нормы высева в сроке Но вот это самое важное То есть, каждую свою операцию нужно планировать так, чтобы соответствовать этим принципам Об этом вчера говорилось много, но это нужно повторять, потому что это важно Я дальше об этом расскажу Почему покровные культуры? Потому что они помогают решить То есть, покровные культуры это тоже не волшебные таблетки Тоже не все так хорошо с ними И если посеять, у вас не станет там волшебный урожай и супер-владовод Но они помогают решить вот эту систему Пять принципов здоровья почвы И в 2017 году, мы знаем, у нас влаги нету, у нас покровные не получится А мы посеяли Мы перемешали Шесть культур, которые были Посели на всех полях По-русски, по-две, по-три Чтобы посмотреть, как вообще получается Нет? В разные сроки посеяли И обращайте внимание, это просто то, что было Что было, смешали посеять И после этого поехали в Соединенные Штаты Посетили Рика, Вибера и Райенс Бер Они находятся в очень разных климатических зонах В водовом Много осадков, но мало осадков Но оба применяют на мотивы по кругу И делают это уже 10-20 лет И все получается И мы смотрели их почву Они копали нам экскаватором на 2 метра глубиной И залазили в эту почву И что было примечательно Что, может я тогда тоже сразу не понял Только Александр Иванович понял Рик сказал Мы сейчас проедем все Посмотрим важные вещи А технику посеркнули Вот все Все в железо, все посмотрим в самом конце А нам все, чем вы сеете Как вы работаете Как оческа Но мы посмотрели сначала в почву Посмотрели по кровной пультуре Посмотрели его степь, природу То, что он пытался объяснить Первый принцип Это минимальное разрушение почвы Тут все понятно Меньше обрабатываете Ну, тут уже как бы меньше, чем на предыдущем слайде Правильно? Тут вроде меньше разрушение А что такое маленькое или небольшое Где достаточно? Может в разных условиях это будет разное Рик считает, что минимальное тогда не видно Вот представьте почву живой организм Вы должны делать хирургическую операцию Так разместить семена туда Чтобы не повредить эту почву Не убить живой организм То есть это кожа земли Чем вы хотите, чтобы вам делали операцию Топором или скальплером Вот то же самое И поэтому когда спрашивают Про какой сошлик лучше А какая сеялка лучше Лучше, когда у вас функциональная почва здоровая И тогда любая сеялка может Посеять неплохо И получить хороший урожай Но единственное Нужно выбирать Чтобы она соответствовала Эти принципам То есть любую операцию Выбирайте Из этой точки зрения У нас нет такого покрова Это наши почвы Каменистые Но в этом поле После покровной культуры То есть в восемнадцатом году Мы вырастили На этом поле покровной культуры Чтобы понимать Урожайность максимально на нем Двадцать центнер Было двадцать центнер И это посев двадцатого года То есть сейчас там растет И он будет Ну как по мне Тоже То есть если бы здесь получил Двадцать-двадцать центнер То у нас это будет Ну что-то космическое Пятьдесят не получилось Пятьдесят не получилось Но кроме разрушения почвы Кроме физического разрушения почвы Есть то, что я перечислял ранее Это невидимое разрушение Это пара Когда на почве ничего не растет Почва погибает Биоту никто не кормит Чрезмерное применение удобрения Это наше поле Тоже одно из самых слабых Вот справа Сергей Васильевич Это ячмень Который Ну дали мы пятьдесят На граммовый фос В тот год И там Всегда тоже двадцать центнер получали А слева Это где съелка забилась И на развороте Удобрения высыпались На граммовый фос был Сверху И там вот такая масса хорошая Прям На пятьдесят Или на тридцать Цех я не знаю Но на самом деле Там урожай не было большого Хоть и большая биомасса Просто сверху Где-то может от полутоны До тонны До гектара Если я считал Думал Может вот так мы Исправим нашу почву Может чуть больше Просто удобрения надо давать И починим почву Ну Когда начали копать Вот там Где даже все присутствуют Удобрения Там был бетон Голые корни Вот как Вот это Фотография Там кирпич был Я вообще не представляю Как растения выжили там Ну Вот так Справа Это то Как мы хотим Чтобы почва выглядела Чтобы она была Функциональной Живой структурированной Могла Накапливать в себе влагу Противостоять засухе И вот Это поле Которое это министер показывает Вот сейчас там такое состояние Эчменя Мы видим Кстати здесь Без протравки Посили В этом году Мы почти 25% Зерновых из него Без протравки Посели И корневая Вот только сейчас Меня начинает Удовлетворять Как тормить Потому что до этого Применяли Добрение корневой Давали протравку Корни всегда были голые Слабые Я думал как он вообще С такими корнями Может растения Выжить Всегда нападали Слабые А нападали Слабые Как корневая Хотя ее никто не сеял Никто не защищал Не добрел И вот это сейчас Дается нам Добиться Все корни Облеплены То есть растения Вступают в связь С почвой Но что важнее Именно на этом участке После покровных Почва Она настолько структурная Стала Что она не гипнет Смотрите пальцы Я вообще не люблю Слабые Сухая кожа Но когда хочешь Структурная Она даже не налипает Очень влажная Я еле проехал на поле Но руки чистые Просто я Замесен от этого Выехал на обработанное поле Просто Развернусь Так там Глина У нас глинистая Я не выехал Там забило Все где Глины Но здесь Почва видно Что меняет свои Физические свойства Это ячмень 19-го года То есть Самый Наверное Наш удачный ячмень Пока На вид стоял на 50-х Но в нем Что интересно Вот эта часть Которая справа Посеянная Без протравки Там не было фунгицида Небольшой кусочек 20 гектар всего То есть мы Каждый год По чуть-чуть расширяем Не то что мы Отказались сразу От фунгицидов Протравки Все поле Было обработано Протравлено Это было угодно И на этом же участке Были 10 гектар Погромных культур Бассейн Что интересно На Погромных культурах На 10 сантиметров Было больше урожай Чем там Где их не было А там где не было Протравки Была протравка Одинаковой урожайности То есть где были фунгициды То есть мы там Ездили Братили Затраты Урожайность Одинакова Лучше там где не было Хотя Вот когда Смотрели на это И мне было страшно Вот он Сейчас погибнет Сейчас Сейчас Переболеет Сейчас Ну что Получим Но Уже четвертый год Сеем И пока что Получается Далеко до Александра Ивановича Который полностью отказался Но мы очень Плавно идем И в этот же год Получился вот такой град Почему Может я раньше Об этом не рассказывал Но тяжело Мы потеряли Там С этого поля убрали Тридцать Ну вот и так Полностью Пошел град За неделю до уборки Вот такое состояние Ну Устерено Колусями было И определить Не точную Сколько прибавки После покровных Не удалось Но Потеряв урожай Мы не потеряли больше Как в тот же день Только Паровое поле Ну Мы настроились Конечно Урожай потеряли Но на самом деле Невелика потеря Тоже есть Вид без протравки Это уже двадцатый год Самая Хорошая корневая Которую я видел За эти годы И когда общался с Риком Мы говорим Рик Ну вот я уже Без протравки Все вроде хорошо Он сразу Удобление дал? Да Вот все Это без удобления Без протравки Поле полностью Это уже опыт Полностью поле Пятьдесят гектар Ни формициды Ни эксиглициды Ничего не давали И хорошие голливиты Ну В этом году морозы То есть зима без морозов Потом весной Мартика и спарта Минус двенадцать Может минус шестнадцать Но в начале марта Минус двадцать восемь То есть Из того что контрастов И на этом поле Тоже были покровные культуры На части поля Именно на этом поле Мы в этом году Уже точно замерили Урожайность Общая состава Скажем тринадцать Без покровных Было двенадцать С покровными На тридцать днер Больше Но в процентах Это двадцать процентов Вот что бы кто ни говорил Какие там препараты У них перепробовали Наверное все Уматы Ничего не давалось Прибавки Давали удобрения В отдельные годы Но в этот год Удобрения дало Всего один центнер Если покровные Обгубились Эти тридцать днера Здесь прибавки В два раза То Удобрения Минус работает Но теперь Сомнений нету Что Что применять Второй принцип Это защита почвы Почему надо защищать Потому что Живой организм Всегда Хочет жить Хочет В комфортных условиях Произрастать Тоже как бы мелочь Но это на нашем поле То есть вот Открытые участки Одиннадцать часов дня Не самый жаркий В период Там уже сорок Там еще пятнадцать Под культурой Под растительными остатками Что это значит Что у нас Эффективно используется Влага И что у нас Живая почвы То есть здесь Она на открытом участке Стивилизуется Погибает Работает неэффективно Как минимум Потому что после беды Убили там было За пятьдесят И Как выглядит корневай При разной температуре Почва Температура ниже Откуда взять влагу Вот Сразу Другой эффект Не только От жары Мы защищаем Но также От холодной температуры В этом году Я специально ходил Копал У нас неделя зимы Ходил Копал На обработанной почве И на нашей Копал На обработанной Полностью Промерзло То есть вся почва Промерзла Слева Температура была ниже Справа у нас Почва не промерзла То есть там Были растительные остатки Задержался снег Термоизоляция И почва Абсолютно не промерзла Как думаете Где почва на биоте Будет комфортнее? Так же как Можно с помощью отчёсов Тоже закрыть почву У кого есть снег Снегонакопление Защитили почву от морозов Почва не так будет промерзать И больше влаги будет У кого засуха Для нас это очень важно Хотя Как отчёс купили Думали Сейчас будем снег накапливать С того момента снега и не было Ну В такие моменты И 5 сантиметров слева Справа 20 сантиметров снега Это рапс Посеянный по покровным культурам Вот Убрали пшеницу Посеяли Покровные культуры Остановили Посеяли рапс В тот же путь Упал дождик Хороший дождик Хорошо Мы посчитали Можно посеять рапс Посеяли И удивительно было то Что корни рапса Не встретили уплотнения никакого То есть Если раньше они какие-то были Корявые Влево Вправо Тут Глубина 40 сантиметров Корень еще не идет дальше Просто не смогли выговорить Это зима И на каждом корне Несколько червей То есть Видно что Это зимой Это Я думаю Снег Видите там И В принципе Получили неплохой рапс Ну как для нас Для нас 20 сантиметров Это отличный рапс Тоже это 19-й год был Ну и вот уже 20 сантиметров Это просто град То есть Не знаю какая была бы угрожайность Но Немножко потеряли тоже рапс Это Фотография К тому что Шутка хорошая есть Бегает ежик Травки И хохочет Руслый дочь Подходит Спрашивает А что ты Ежик Хохочешь Говорит Побегай со мной Тут рядом Поймешься Тот бегает Егает Просто Есть А те что Травка Пузико не щекочет Это к тому что Мы все в разных условиях То что У нас Получается Не факт что Вас надо применять Это просто Как мы пытаемся Принципы применить В своих условиях Все в разных У кого-то холодно У кого-то короткий Эмоционный период Я не могу вам дать ответ Я просто делюсь опытом Который может быть Неправильный в чем-то Мы много ошибок делаем Я хочу про ошибки Рассказать много Но Это суета Разнообразие Это наши покровные Вот Это ноябрь месяц То есть Мы их летом В июне посетили И в ноябре Еще вот такая картина Ну Без влаги Без летних осадков Это бы не получилось Но Когда боятся Все эти покровные Потому что мало влаги У нас в этом году Александр Иванович Ну многие приезжали Смотрели Стек сгорел Полностью То есть А на полях Такое зеленое И мы думаем Ну вот в данном Влаге многое не сосали Пошли копать Соседнее поле Где не было покровных В наших поле Утильное там был лен И влаги там не было больше То есть Где были покровные Хорошая леомастер Азот Тут без удобрений Без ничего А там же где ничего не росло Влаги было столько же Или меньше То есть В наших условиях Жарко Сухо Ветер Не можем Сохранить флаг Эффективно Даже где хороший слой соломы Температура бывает и 40 И света Все высыхает А в такой маленькой слой почве Не сохранишь Но Мы создаем С помощью разнообразия Разную картину В почве Структурируем То есть Корни идут в клуб Некоторые С поверхности Берут влагу И намного устойчивее Этот просев становится Это как степень Когда есть влага Вот Тоже надо смотреть Что у вас растет Как у вас в степи На целине Очень красиво А это То что мы пытаемся Повторить с помощью Попробных Это опять Наша степень Цветет Красиво Разнообразие Множество видов Это тоже Наши палочки И заметьте Лен Цветет Это не лен Красиво цветет А это Лен На наших палях Тут хорошая Урожайность В этом году Для нас 10 центнеров Это Красиво Но Здесь есть проблема Нет разнообразия То есть Когда на почву Смотрим Монопосев Он намного менее устойчивый Чем Наши Покровные Круги Как мы еще Прикнемся Разнообразить Это Елена Анатольевна Рассказывалась В прошлом году И появляли все поля Покровными смесями Для пылителей Может получится Сократить количество Насекомых Но Весенние морозы Немножко нам Подредили Редкие Покровные Покровные Выдержали И осталось Только из 12 видов Буквально 2-3 Глифацелия Гликалианта И честно сказать Не помогло Насекомых Хотя мы думали Вот сейчас спасет Нет Вот нету волосы Для таблетки То есть нельзя Вот что-то применить И у вас Прямо все стало хорошо Нет насекомых В комплексе Я думаю Что через год Они сработают Туда прилетели насекомые Там они были Но они были летом Вот как Те, которые не вымерли Это тоже полоса Для пылителя Которые не вымерли Там 12 культур Буквально 7 И мы заметили проблему Во-первых Полосы Не опрыскаешь Гербецины Потому что Убьешь А в них есть сорнячок То есть если поле Вы опрыскали Все гербецины Чистить То полоса заросла Так сорняком Вроде бы Проискать шалко Полоса короткая Но Одну секунду Не сдержала Тут мы оставили маленькую Полоску Думаю Проверим Тут съели То есть За один год это Этому не работает Там где работали Там хорошие Неповрежденные Но на другом поле Где посеяли горох Это была смесь Горох с пшеницей Зимущей После погромных культур Тоже обсеяли Этой смесью И это кусок Которые не работали Энсектицидом Да Да Совру Но скажу Что почти одинаковую урожайность Получили там или работали Да Повреждения есть То есть намного более поврежденные Скажем Если Все горохи из-за засухи У нас давали 10 сантиметров То здесь убирали Где-то 8-9 Что убиралось последнее Там упало панец Лебень Не смогли все убрать Но это к тому что Вот здесь я заметил Разницу большую Что для меня важное Когда зашел на тот горох Который мы опрыскив Два раза как минимум Всегда обрабатываем горох Там тишина Заходишь Тихо Заходишь в этот участок Там все гудит Как с информацией То есть Там у нас потом Много всяких насекомых было И были вредители Но в упражнении Убрали То есть если Не на товарную культуру А на кормовую Я бы только Такую выращивал Наверное А вот проблема Когда применяем инсектицид У кого-то есть Со слизнями проблема А у нас с улитками У нас слизни не выживают Оказывается это Как моллюски Это не насекомые Это ближе к Лягушкам И вот они от инсектицида Не погибают Когда они растения едят Накапливают В себе инсектицид А их естественные враги Когда начинают Их кушать Насекомых Они погибают И тогда без контроля Начинают Вот тут чистим корову И вот такая картина То есть у кого Проблема со слизнями Тоже возможно Есть такое Что Чрезмерно применяют Инсектициды И лишают Естественных врагов То есть мы Многие проблемы Действительно создаем сами Но Какое решение Давайте какие-то таблетки От У нас какое решение Есть проблема Давайте таблетки От слизняков Улиток Что-то придумаем Это пшеница Которую мы Не опрыскивали Инсектицидом У нас все зерновые Подвёрзли Урожай виден Слабые Но не будем там тать уже И не применим Ни фангицид Ни инсектицид Приезжаем в поле Там Для Зерновая Ну Порог превышен Явно бы За голову хватаемся Уже Надо срочно ехать Прыскать их Ну Что делать А мы не хотим Но вообще Не будем прислать Голова болела Нервы Уже прислать Нам надо заказывать Какой инсектицид На следующий день Приезжаю Успокоился На каждом метре квадратном По пять-десять Божьих коровок Вот Первый день Я проблему И второй день Решение На каждом метре Несколько пауков Вот так это То есть Настолько много Вредителей Которые Хищников Которые едят Их больше Чем самих Буквально два-три дня Не осталось Недли Ничего Не Прыскали Сдержались Насчет разнообразия Продолжаю Восемнадцатый год Просто посеем Опыты Шесть культур Восемнадцатый Код одной Но Восьми культур Тоже полосы Видите, вот за селом Вот так полосы Вот так сеем Одна, две, три, пять, шесть, восемь культур Тогда мы подбирали, что вообще Мы поняли, что можем выращивать культуры Теперь Что мы можем Может одну культуру посеять Может быть семена Чего Но Лучше себя показалось Вместе с восьми культур То есть там было Больше разнообразия Меньше сорняков Меньше матолицы Больше биомасса Девятнадцатый год Мы уже думаем Давайте Двенадцать культур Там еще прислались семена Семнадцать культур Посеяли Вот это двенадцать культур У них да Семнадцать культур Кстати К сожалению Не взошло Посеяли Но уже влаги не хватило И они пролежали до осени Изошли осенью Осенью и капрыски То есть При Недостатке влаги Бывает, что не всходит Но мы больше не сеем Мы так для себя Двести гектаров Наделили, что Посеем На всякий случай Взойдут, зайдут Нет? Ну в любом случае Что-то посеяли Вот это двадцатый год Уже двадцать четыре культуры собрали А это монопосев То есть посеяли Монопосев просто На зерно И монопосев подсолнечное Где он больше нравится? Знаете, с песенами жаловали Недавно делали подсчеты Считались Студентами Очень приятно Что Дом проработает Молодежь Вливается в это Посчитали все сорняки Сколько Масса Сколько Чего Большая работа Но Масса 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 Что-то Они не работают Тут Ничего не работает А Когда закопали Вот Полуды Это Хлопковые Земли Где не было покровных Где были Полежали два месяца И Где не было покровных культуры Оно как было Целое Это слева А где было оно Может не видно на картинке Но оно пальцами разрывается Уже Пошел процесс Переработки Когда сверху по почве Входишь Этого не видишь Мы входим Это же просто земля Но Разница есть Как еще разнообразить Это то что С чем мы С чем боюем Это совместные посевы В основном Все Очень Не очень Ну Это как посмотреть Вы пробовали Вику с рожью В принципе хороший результат получился Ячминь с горохом Яровой Да Не очень То есть Хотели получить горох Мы получили ячминь Ячминь гороху задавил Урожайность Что там была 10 Что там Это 19-й год Но горох там было интереснее получить Поэтому отказывались от такого посева Закладывали в тот же год горох с горчицей Горох с рапсом Просто Совсем Висеть В три посева Но Потому что мы не протравливали Может или еще какая-то причина Ну Горчицы и рапсы не получилось Может вымезли Может съели То есть Мы принципиально не протравливали семена У нас конечно полностью Но Пока что Скажу что Есть проблема Посеять Посеяли Вот как чечевица сольного Чечевица у нас такая Которая Зеленая Без гербицита И Мы ее тоже выращивали На чистых полях И гербицит не применяли Тут Один раз сделали ошибку Посеяли на поле Который третий год только И тут Сорняк Пошел Ну это совместный посев Ничего не применишь Как бы Проблема А в чем дело Мы съели Чечевицу сольную В сроке посева Чечевица И чечевица Получилась Алена Нет То есть Лена Практически не было Вот так Это появлял Когда убирали Муском не поделить Там была проблема Неравновенно созревали Но Хоть чечевица Чистая была Отбили Немножко уже Пересушили Но Лен не удалось Надо немножко Заранее убирать А Второй Ход был Когда посеяли в сроке Посева льна То есть Позже На две или три недели И тогда Чечевица не получилось Алена получилась То есть Там чечевица была В нижнем ярусе То есть Столько нюансов Которые сразу Не поймешь Сразу не увидишь Но Постепенно приходим К этому Что нужно сроки подбирать Нужно сорта подбирать Нужно Способ посева Чтоб она равномерно выселилась Может это Какие-то культуры В разные рядки сидеть Это вот довез Сгород Но В чем проблема В разное созревание Сеется в один срок Созревает в разное И Алюстом задавит Горох Подавит То есть Горох получился А то уже То есть овса Получше Тоже На следующий год Уже не будем закладывать Пока не получается Нормы разные Честно Мы Провоковали Чуть больше Чуть меньше В основном По три Закладывали опыта Ничего Тут надо Под каждые условия Понимаете в чем Нет науки Которая вот скажет Вот делайте в своих условиях Так и так Но как бы на В слепую идем Может мы не те сорта подобрали Может мы Не в те сроки пасли Может не то соотношение И тут же еще погода нам помогает То вымерзла То засохла То температура То что получилось Хорошо Это ну Сальнов То есть Как хорошо Канадец говорит Вы получите процентов на 30 Больше урожайности Может на 50 Но мы не получили одинаково Что без сальна И сальнов Тоже три нормы проверили Но одинаково То есть получится Почистить его Но росло Вместе хорошо Вместе произрастало хорошо Не конкурировали И был такой Флотный посев На вид правился Угорка Технологично созревает В одно время У нас Сеется в одно время И думаем Вот в последующий год Ну это 19 Посеем побольше Ну мы практически Все поле засеем Блюд 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 Лез Блюд Блюд Тоже Блюд Уже Блюд 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 Нож Подопыт Блюд За Бход А Тоже почистили, ну, опять же, по-моему, и пока не будем сезлакать больше пробовать. Вот что сейчас выучиться в этом году посеяли, это виху с рамсом. Пока хорошо растет. То есть, как бы, по срокам по уборке совпадает, по посеву совпадает, герпицит можно подобрать. Ну, есть надежда, что вот такие хотя бы нут с окном будем выращивать и рамс с вихой, когда будет влага. Пока на двух этих останавливаемся. Конечно, оружие с вихой тоже заложили, что-то еще нут с иной попробуем в этом году. Но, сказать, что получилось. Если... Много проблем, надо разделить, надо почистить, но это того стоит. Вот лето мы видим, как это растет, где монопассив, он засыхает, где разнообразная смысл, а хорошая биомасса. То есть намного устойчивее. Мы понимаем, что мы что-то делаем не так. Мы пытаемся это сделать. Это для этого, не для того, чтобы мазохисты всегда сложности загоняют. Потому что все маленький опыт. Это небольшие. Это 3, 5, 10, 20 гектаров просто. Не то, чтобы все поселено. Это летний посев год. Следующий принцип – живые корни. Те, кто давно занимается системой, говорят, что это один из самых важных принципов. То есть почку можно улучшить только, когда у вас живые корни. Потому что только живые корни кормят лед. Они выделяют. Это уже растение старое, оно уже идет на формирование урожая и не питает. То есть надо, чтобы постоянно зеленый прирастал. Тогда мы сможем быстрее это сделать. Не быстрее, но быстрее. И не всегда мы летом можем посеять. Не всегда есть плага. Так же сеять попозже. Вот был прогноз, там дождь, посеяли попозже. Это августовский посев. Обычно мы в июне, в июле сеем. Тоже взошли. И уже если не получается, можно еще и озимы сеять попозже. Но у нас поколение не получается на зимах огромных малостей. Но вот когда мы вырастили попозже, я думаю, вот хорошо, а что теперь делать? Растеет проблема, что с растительными остатками мы не сможем зайти весной. У нас вот сейчас семян там образовалось полно. Ну на разных, в принципе, весят. У нас успевает воззреть, в принципе, все культуры дать семена семеницам. И пробовали кульчировать. Пробовали на семена убирать. То есть небольшой урожай, но просто чтобы семена собрать, они всегда покровные. И семена на поле меньше остались. В этом году сделали кодочек такой, как вот американцы, канадцы делают, прикатывают зеленые. Но еще не испробовали. В следующем году вместо мульчаровки попробовали в такой фазе прикатать. Чтобы без гербицида, без мульчаровки это было дешевле и эффективнее. Потому что на следующий год вот здесь, где была сутапка, где подсолнечник, оно всходит. Ну и надо планировать, какие культуры добавлять, которые нет. Все в обороте. Нельзя поставить культуру попробную. Без учета того, какая была культура до и какая будет после. Потому что мы сеем после покровной львы. Мы знаем, что мы и большинство культур сможем сконтролировать садники. Вот. Если, допустим, был нут, то я бы подумал, какие культуры добавляют, потому что нут не так эффективно нужно побороться. А если чечевица, на которой не было гербицидов, то можно бы воздержаться. Вряд ли, конечно. Потому что мы в этом году все сто процентов засеяли площади огромные. То есть сколько было площади, столько засеяли. То есть мы закончили опыт и уже по полосам. Вот тоже максимально продолжительный дешевый портник. Убрали ячмень. Посеяли чечевицу с просом. Просто убрали на семена. Там урожай в этом посеве был 6 центнерков, а без чечевицы было 8. Но вот здесь чечевица была зеленая, аж до посева пшеницы. То есть здесь мы сейчас посеяли пшеницу с горохом и взошла. Получили. И чечевица в итоге погибла. Но вот это живые корни остались до посева. Так, у кого достаточно влаги, можно так делать. У нас с влагой немножко есть опасительные проблемы. Это мы выяснили, когда сеяли в зеленые покровные. Тоже закладывали опыт. Посеяли под кукурузу. Одно поле 5 гектаров ставили посеяли покровные. Вику и Вику с рожью. И вот это вот справа, где не было Вики с рожью. Слева этот маленький участок не был. И вчера был вопрос, как меняется структура почвы под покровные. Ну, вот ответ. Вот это под Викой. Это с той стороны, где ничего не росло. Это в один год. Посеяли свои старые дисковые сейлы. И кукурузу сплошным высевал. Что еще примечательно, там уже видно, что жизнь какая-то есть. В отличие от парового участка. И кукуруза немножко отставала. Там было меньше влаги. Сейчас покажу. Но случился град и вырыл. Вырыл. Вырыл делал это все. И в тот же день, когда был град, за 4 часа было 100 миллиметров на сад. Когда пары размыло. И вот эту часть, этот паутильный поле уже 5 лет. Его тоже размыло. То есть там не было растительных остатков. Не было покрова. Это поле после чечевицы. По поводу очень быстро разлагаются растительные остатки. И оно выглядело просто как черное поле обработало. Его немножко смыло. Я думаю, даже если бы мы там меньше урожая получили, то в будущем на этом участке, где были покровные культуры, не смыло больше. Мы будем все равно больше получать. Потому что почва осталась на месте. Но на самом деле была одинаковая урожайность, потому что осадки помогли. И на этом участке, где была века, было больше азота. 2,46. И там, где не было один грамм. Но приезжала наука, тоже делала анализы, пробку, почву, влагу. На 50 мм влаги из почвы высосали. То есть сейчас почему мы так не делаем и сеем в зеленую? Потому что с влагой есть проблема. 50 мм для нас это критично. То есть когда всего было 160, и это хороший многозапаз для нас. То на 50 мм снизили. Если бы не дожди, то есть там вместе с теми 100 мм, которые упали. То есть даже не выровнялось. То есть на той части было больше влаги. То есть я эти покровные сейчас останавливаю, что с осенью пока. Я думаю, что со временем, как вчера говорил американец, что они придут, он может тоже придут к нам, что ходим позже их останавливать. Но пока слабим проблему, останавливаем покровные с осенью. И так-то кукурузы вот для дела. Ну 30 сетей выбирали. Для нас это хорошее. Ну для кого-то низкого. Для нас это... Могли бы 40 из такого же сорта забирать кукурузы. Но мы для себя маленький участок выращиваем. Поэтому... Тоже пробовали посев зеленый. Да, рожь все варенут. Научились сеять. Посмотрели, все получается, заделка. Опять же, урожай был немножко ниже. Рожь только зеленую все или рожь убили. И немножко просадка была. Но поле было очищено. То есть у кого может влаги больше и со временем. Я не призываю экспериментировать сейчас сеять зеленые живые полки. Но со временем возможно. И мы заложили один опыт рядом с нашей бригадой. И шесть лектаров, где постоянные живые полки. То есть мы уже там два года постоянно что-то сеем. И на удивление что-то получаем. То есть там два раза покровная культура. Потом товарная культура. Еще раз покровную. Посмотрим, что с этим полем будет. Но это возможно. Вот в этом году после двух покровных культур Там было опять 50 мм меньше влаги. Урожай был на 11 дня меньше. Но это был участок, в который мы зашли и без проблем убрали. То есть там не было ни улиток, ни зелени, ни травы. То есть зашли, скосили, пришли на основной участок. И все, не можем убирать. Потому что она не высохла. Неравномерно измерла. Пришлось дополнительные операции делать. И дисфикации. Но, опять же, влага. То есть основной принцип этого. Остановить заранее, чтобы влага восстановилась. То есть если это зимняя влага, значит зимняя влага восстановилась. И заранее, за две недели, за месяц. Может с осени смотреть по осадкам. Надо учитывать свои условия. Нельзя все копировать. Нового опыта закладывать. Никто не запрещает. Способы посева. То есть мы сеем без родовые, где-то два с половиной миллиона. То есть интересно кому-то. Это очень важная информация. Два с половиной миллиона. Ну можно и три сеять, можно и четыре. А обычно четыре-пять у нас не сеем. Сеяли широкорядные. Сейчас и сеем широкорядные. То есть важная информация, сколько сеете, как сеете, способ посева. С точки зрения экономики, наверное, лучше широкорядный посев. Меньше надо. Солярный тратить меньше. Рабочих органов. Но сейчас мы отказались. Почему? Мы смотрим с точки зрения почвы. Что нужно почве? А почве нужны живые горки. А почве нужна защита. Я вижу, что будет страшной посев. Как страшной? На двадцать сантиметров. Тут лучше. Лучше распределение. Больше корней. И даже при невысокой норме. У нас два с половиной миллиона. Это вот достаточно. Но это не то, что так надо делать. Это просто надо свои операции планировать. С точки зрения, как работают эти принципы. Самый последний, но, как говорят, самый важный. Это интеграция животноводства. Это вот наши порядки. Животновства у нас нет. Вы просили фергеров, чтобы они упасали на покровных культурах. Посмотреть, что из этого получится. Пока еще ждем. И барашки паслись, и коровки паслись. У нас органический небольшой участок, где мы ходили с орняками, с помощью коров. Вот они хорошо сконтролировали. То есть не заходили, не происходили ничего. Просто хрустили коров туда. Они были, там все. И зашли, посеяли веку с рожью. И все так взошло красиво, оптимистично. То есть было зеленое, они его так съели, все. Посеяли, дождик, все зашло. Но потом пришли мышки, и это все веку с рожью съели. Надо было работать. Мы сейчас думаем, что теперь все просеет. Может, запор пересеет, еще что-то. Мы тоже показывали, упирали на семинах. А и вчера вот поднимали вопрос с игилопса. Я думаю, что бывают проблемы. Переходя на новую тему, у нас появляются новые сорняки. С которых не было сорняков, они появляются. У нас есть два поля, где проблема с игилопсом. Мы его изначально неправильно били, и все в оборотах. Задисковали там все вместе с этим сорняком. Семина заклубили. И уже вот пять лет имеем вопросы с этим игилопсом на этом поле. И решение очень простое. То есть кто-то говорит, надо немножко задисковать там. На пять сантиметров залучили, спровоцировали. А тут как получилось? Просто только одну ноту убрали. И вот эти полосы, это где прошел комбайн. То есть какой-то там был небольшой сорнячок игилопса. Может быть, победили. Мы ждали. Мы знаем, проблема. Сеять надо озимку. Раз в два года озимый сеем. Дождались. Игилопс зашел. Мы его победили, обрыскали, все убили. А зима-мороз, пшеница присела. Пшеница не растет. А игилопсу все равно. И он распустился. И хоть там немного растений. Но там гущение, трестия, мощные. Такие полосы. Вот кто не видел, игилопс электрический. Направили несколько камазов семян. Всю зиму топим печку. А Сергея Васильевича экономия. Но решили очень просто. Вопрос посеяли рапса. В рапсе игилопс зашел. Мы его опрыскали. Весной опять опрыскали. После уборки рапса. Опять сконтролировали на осень. На следующий год посеяли лед. Перед ногу убрали. Больне сработали после льна. И практически нет игилопса сейчас. То есть я не нашел. Возможно, он зимой взойдет. Потому что он двухлетний, трехлетний цикл имеет. Но не обязательно дисковать. Решать с помощью дисков. Корчак тоже ушел. Он не любит ловительной почвы. Кого проблемы? Это в основном правообработки не было. Вот эти проблемы плядами опрыскали. Брали до посева покровных. Понятно, в покровных мы уже не будем бороться. Тоже проблемы нету с этими сорняками. Но другие появляются. И надо оперативно решать. А это сафлор. Посеяли на семинар для покровных. На поле, в котором были покровные культуры. И мы добавляли тоник двухлетний. Нам отговаривали люди. Не делайте так. У нас проблемы. Но на самом деле мы специально. Делали всего 50 грамм тоника. Добавили. И в сафлоре так он рос. То есть для меня это как биоразнообразие. Это медонос, который привлекает пылителей. Который привлекает полезных хищных насекомых. А вот у вас проблема. Вы не сможете весной его обувь видеть. Вы не сможете его сказать. Он вам подавит вашу культуру. Но на самом деле здесь не был. Это такой количественности. Мы даже не обращали внимание. Этот сафлор мы ничем не обрабатывали. На момент уборки. Это первый раз. Просто для себя, чтобы всегда попробовать их собрать. Мы их посеяли. И там где-то на фоне есть тоник. Но он сафлору не помешал. Вот проблема с мышами, о которой я говорил. У нас в теплые зимы когда нету. Мыши размножаются очень сильно. И простое решение мы пока не нашли. То есть система разбалансирована. Вот в этом году большая проблема. Работали ради факту. Раскладывали приманки. Но на самом деле мыши это те же животные. И когда их не много, мы видим, что от них большая прибавка урожайности. Это вот мышка до скалы догрызлась. Наша Коля попробует мыши. И они делают плодородие. То есть после мыши урожай. То есть они инокулируют почву, как коровки. Они растительные остатки туда затаскивают. В структуре тоже эти ходы делают дополнительно. И вот всегда видим, что после мыши лучше урожай. На следующем вот через... Да, вот такие животных полно. Мы как бы расстраиваемся, когда урожай съедают. Но когда потом прибавку получаем, то урожай. И мало. Хорошо. Но с самого удовольствия, да, эти принципы, когда все интересно. Но когда вы посеете, получите, и потом ходите, что интересно. Происел как ботанический сад. Дымки выросли у нас. С детьми ходили, кабачки собирали. Но это другое ощущение будет. Просто... Вот вокруг пустыни у нас в это время года. Кто был, видел. Все вокруг. Сгорела пустыня. И там на фоне сверху видно, что все серое. И все степили. И тут вот такая картинка. Входим, дети там радуются. Кабачки собираем, жарим души. Интересно. И есть такое ощущение связи с природой. То есть мы... Это то поле, которое было без протравки, без удобрений. Без фургицита, инсектицида. Это то, к чему хочется стремиться. Более экологичному. Более... Сказать... Природному. Заблюдению. Интересные тоже. Разные растения, которые мы раньше не видели. Там больше тридцати было смесь. Кабачки собирали. И на семена себе. На следующий год. Собрали. Ну, приезжаю на поле, а там вот такой праздник. Поле радуется день рождения. Я думаю, это такой знак, что мы все правильно делали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...